Дом правосудия разместился в трёхэтажном здании бывшего университета площадью 8 640 квадратных метров. В церемонии открытия принял участие президент Садыр Джапаров. В своём выступлении он отметил, что в Кыргызстане должна сформироваться независимая и справедливая судебная система для защиты прав граждан и бизнеса на должном уровне. «Мы должны обеспечить гарантии неприкосновенности частной собственности, доступность судебной защиты и прозрачность судебной системы. Основная цель всех судебных реформ, проводимых за последние полтора года, именно в этом. В рамках мероприятий по реформированию судебной системы завершается строительство служебных домов для ротируемых судей и возводятся новые современные объекты для региональных судебных органов, а также готовятся к открытию новые дома правосудия по стране». Размещение семи органов в одном здании позволит существенно сэкономить временные денежные затраты, а также создаст условия для работы по принципу единого окна при приёме заявлений граждан. Теперь сюда ежедневно по различным вопросам могут обращаться. В среднем от 350 до 400 граждан. «В этом здании расположены несколько учреждений, среди которых Джалабадский областной суд, а также городской и административный суд, судебный департамент и судебные приставы. Посредством системы единого окна судебные акты сразу передаются судоисполнителям, что значительно ускоряет весь процесс». После реконструкции здания была полностью обновлена мебель для залов судебных заседаний. Цифровые программы интегрированы в работу судей и судебных приставов. Также созданы условия для обращения в судебные органы, лиц с инвалидностью и пожилых людей. «Дома правосудия мы открываем по инициативе президента Садыра Джапарова. Это здание раньше было университетом, но после учебное заведение сгорело дотла. Новое здание было реконструировано за счёт средств госбюджета. Такие мероприятия проводятся с целью создания условий для справедливого отправления правосудия и улучшения судебной системы в целом». Иматулла Джолдушев проработал судьей 6 лет. Сейчас он на заслуженном отдыхе. По его словам, раньше таких условий не было. Сейчас же государство уделяет особое внимание судебной системе. Сегодня условия, в которых работают представители ФИМИДы, соответствуют современным требованиям. А это, в свою очередь, положительно сказывается на работе судей. «Если сравнивать, что было раньше и что сейчас, это просто небо и земля. Например, раньше в здании у судей не было личного кабинета. Было очень мало залов заседания, где работали судьи, порой и там проводили заседания. Сейчас здесь, можно сказать, созданы все хорошие условия для работы». Глава государства отметил, что в рамках реформы судебной системы завершено строительство служебных домов для ротируемых судей. Построены новые современные объекты для территориальных судебных органов. В скором времени такие дома правосудия будут открыты и в других регионах страны.